Девушки отдыхают И однажды они увидели, как одна звезда упала с неба Они захотели вернуть ее обратно А как? Они достали из своих корон самые яркие и красивые камни Подбросили их высоко-высоко И те встали на самое видное место, чтобы другие могли ими любоваться И с тех пор падающая звезда никогда не приносила огорчений А всегда только исполняла желание Какое желание у вас? Еще сказку? Нет, 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 нет Пожалуйста Нет, нет, мне пора к дяде Мише Дядя Миша тоже хочет, чтобы я с ним поиграл Пожалуйста Пожалуйста Нет, 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 нет Сюда я пошу Аринь, пойдем Знаешь, у меня есть звезда Откуда? Да Она упала, а я ее утром во дворе нашла Смотри Ого Бери, я себя еще найду Скучаешь? Ну это пройдет Ага Посмотри, какой хороший вариант Газовое отопление, рядом лес и целых пять спален Можно каждую ночь спальню менять Это, конечно, прекрасно, но не слишком недорогая секс-игрушка Тринадцать миллионов Ну, у меня сейчас деньги в обороте Вынимать неохота, но на руках где-то приблизительно миллиона четыре будет Ну, у меня после развода с Димой тоже миллионов пять осталось О! Да Разводиться с Димой выгоднее, чем работать? Все равно не хватает Да ладно, слушай, я же у тебя бизнесмен Четыре миллиона, ты что, это не проблема Тем более деньги ко мне просто липнут Я вижу Еще котлетку? Наталья, ты куда? Ну, что? Миша, я переехать хочу в другой город Ну, что такое началось? Я что? От котлеты отказаться не могу, что ли? Да при чем здесь это? А если он снова Вадима искать будет? Кто? Отец его Миша, я тебе рассказывала Таня, скажи, он тебе сказал, что он его отец? Нет Ну, так ну и все Ну, послушай, ты набросился на человека с ружьем А если он вернет сюда, то с полицией Хватит ерничать, Миша Это серьезный вопрос Хорошо, хочешь серьезный, давай серьезно Мы как Вадима усыновили, тебе везде мерещатся его родители Ну, газовщик пришел, о, смотри, подозрительно смотрит Вероятно, его отец Ну, а что, не так? Эта, продавщица яблоко мальчику дала Смотри, как она к нему вежливая, наверное, это его мама Миша, ну, на этот раз, ну, я чувствую, что-то не то Ну, перестань, а Ну, не гоняй О, это, наверное, его мама Или папа Ну, все Так быстро? Не смогла Может, так нельзя? Не дави на меня Поехали Поехали Привет, Соня Я на работе оставляю тебе любимое вино Лены в холодильнике Эклера Правда, я не знаю, как мирятся девчонки, но думаю, это подойдет Кто-то же должен сделать первый шаг По скрипту Если сестра тебя пошлет, выпьем сами Целую Целую Я тебя когда-нибудь подводил? И тебе привет Дима Помнишь, ты говорил, что найдешь качественную древесину для нашего производства по хорошей цене? Нет, не помню Правильно Потому что это не твоя работа, а моя А я нашел Большой склад распродают остатки за пол цены Но надо решать быстрее, потому что конкуренты не дремлют Особенно те, которые за стеной И сколько нам денег? Копейки Четыре миллиона Ну, если копейками, тогда умножь на сто У меня свободных только два Дима Может, найдешь четыре? Ну? Мы получим конкурентное преимущество И Миша конкретно проиграет по каким ценам? А зачем тебе, чтобы проиграл Миша? Проиграет Миша, пострадает Даша Да Даша все равно не будет работать у Миши Почему? Я тебе по секрету скажу Даша в положении Только без обид Ты серьезно? Мы уже даже дом покупаем Обставить Миша, нет, конечно, милое дело Но свободных только два миллиона Ладно, давай два Я думаю, на полгодика нам хватит А потом еще какой-нибудь склад обанкротится А? Уху! 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 Браво! В эфире программа «Голы и смешны». Ты что здесь делаешь? Да, пришла забрать кое-какие вещи. А как ты вообще сюда вошла? Вообще-то у меня есть свой ключ. Даша, какой свой ключ? Это... это не твой дом. Да, но моих вещей здесь больше, чем твоих. Кстати, полотенце тоже мое. Да ладно. Прости, пожалуйста, извини. На, тебе нужней от Ираклии целлюлит прикрывать. Привет, а ты что делаешь? Я от мусора избавляюсь. Начала вот с тряпок твоей мамаши. Алло, Даша, я тут вещи твои собрала, можешь забрать? Спасибо, подруга. Как смогу, заеду. Ну, только они за калиткой, поэтому лучше смоги побыстрее. Ты что, вообще офигела? А ну на место их верни. Разве что на помойку. Там им самое место. Я не знаю, как такое возможно, но дело об усыновлении Вадима пропало. Послушайте, ну это же не пенсионное накопление, ну это же документы. Я вас прошу, не переживайте, пожалуйста. У нас такое впервые, но я уверена, оно найдется. Вопрос у кого? Екатерина Андреевна, скажите, в последнее время делом Вадима кто-нибудь интересовался? Интересовался. Сам Вадим. Он приезжал недели две назад с подарками. Конечно же, спрашивал, кто его настоящие родители, но я сказала, что это тайна за семью печати. Похоже, маловато. Печать это такое тайное. Но мы обязательно проведем внутреннее расследование. Вы понимаете, все намного похуже. Возможно, что он ущет своих родителей. А они его ущут. Я решила, тебе интересно будет. Я твои вещи поставила рядом с вещами мамы. Хочешь, забирай. Ты совсем дура, что ли? Нет, почему? Я просто люблю порядок. Ты в своей бывшей комнате оставила очень много мусора. Я и прибралась. Идиотка. Ты что, прикалываешься? Нет, я их тут вообще-то оставила. Молодец. И где в них теперь искать? Ну, видимо, рядом с вещами моей мамы. Карин. Вообще-то это ты первая начала. Детский сад. Ну как? Богема. Слушай, и что стоит эта древесина? Миша, дорогой, копейки, каких-то два миллиона. И тебе хорошо. И я заработаю. А что ты мне это предлагаешь? Ты же на Диму работаешь. Слушай, я, конечно, могу предложить Диме. И он найдет два миллиона, чтобы тебя обскакать. Но чисто по-человечески, ты мне всегда был более симпатичным. Миша, может, сразу отметим? Если их нет в мусорке, значит, их точно кто-то забрал. Ты, Турвай, можно будет продать. В таких-то косякухи ходят. Уважаемый, это наши вещи. Здравствуйте. Нижайший вам поклон, дамочки. Может, вы что-то мужеское еще собираетесь убрасывать? А то я женщину-то свою принарядил, а сам, так сказать, в кожуал. Произошло недоразумение. Мы вообще ничего не хотели выбрасывать. Ты что творишь? Походи, Лев, красиво. Дайте походить и другим. Простите, но это все-таки... Если надо, можем вам детские рисунки с фотками отдать. Макулатуру мы не собираем. Ты ей это выбросила? Я не знала, что они в этой коробке. Я все из шкафа вынесла. Спасибо вам большое. Они для нас очень дороги. Дороги? Угу. Ой, па-па-пас... Значит так, давайте тогда сюда 10 тысяч, тогда ваши рисунки снова ваши. 10 тысяч? Вы не офигели? Текухи? Что вы делаете? Вот, вот сволочь! О, Кошкин дом. Все, стойте. Мы принесем вам деньги. Чтобы через час деньги были. А то Кошкин дом сгорит по-настоящему. До свидания. Спасибо тебе, моя королева. Сейчас внесу залог. И вечером можем въезжать в наш дворец. Может, с тобой поехать? Я хочу, чтобы это был сюрприз. Иди сюда. Думаешь, возьмут? А ты бы на них вместе не взяла? Сплюнь. Это зачем? Закушкам. Да, пойдутся. Быстрее вырубятся. Быстрее заберем свои вещи. Да. Кто там? Не поверишь. Сто грамм. А если кто-то хочет нас отравить? Ну, за дружбу? Ну, как продукт? Горло не герет? Нормально. Между первой и второй. Отправляйся-ка домой. И так стакан всадил на халяву. Привет, что-то какими судьбами. Я была в детдоме. А зачем нам еще дети? Может, мы скоро бабушкой и дедушкой станем? Эй, эй, эй. Че? Че случилось? Миша, из архива пропало дело Вадима. А это значит, что он уже знает, кто его родители. Или наоборот, Миша, они уже знают, где их Вадим. Ну, послушай, или просто дело положили на другую полку. Блин, да ты знаешь, сколько у меня раз карточку в поликлинике теряли? Ты с Вадимом поговорила? Ну, ты поговори с ней. Ну, все, все. Ну. Да. Хочешь коньячку? И перестань меня вообще, чужих людей, называть его родителями. Понятно? Вот. Смотри, ты знаешь, что эти собаки у них вообще вылитые палы живут? Ты меня любят. Слушай, если они за фотки с собакой такие деньги готовы выложить, представляешь, сколько они заплатят за саму собаку. Куда это они? Да какая разница? Главное, дом свободен. Пошли. Собака, собака! Такое ласковое. Повезло нам. Офигенно повезло. О, помнишь это? Твой первый молочный зуб. О, я тебя тут губы еще красить. Да, да. Вам очень идут усы. Благодарю, молодой человек. Элен и Ариэль. Помнишь, как они дружили? Так, а что происходит? Вы кто? А вы кто? Я хозяин. Мы тогда гости. Лена, ты дома? Даша? Даша, что случилось? Вообще-то это Кристина. Ну отпустите вы нас, пожалуйста. Мы просто хотели забрать свои вещи. Сейчас полиция разберется. Помнишь, как задал у дяди Коли? Егор, беги! Чего? Что-то желаете? Коньяк, пожалуйста. Обычно женщины заказывают коньяк, чтобы успокоиться. Ну, или для храбрости. Вы правы. Вадим. Извините. Мам, что-то случилось? Надеюсь, пока нет. Водочки нали мне. Ладно. Лучше тебе сын нальет в баре, чем тот в подворотне. Сынок, я была в детдоме. Ты там тоже был. Пропало твое личное дело. Эти события как-то связаны между собой? Связаны. Это я забрал папку. Она была пустая. Сведения о родителях куда-то исчезли, как они когда-то сами. Я подумал, что это судьба или не судьба. Мамуль, в любом случае, я никого не собираюсь больше искать. Меня кроме вас, папы, никто не нужен. Правда? Ну, естественно. И работай. Ну, ладно. Я так вот домой побежала. Полситой работы. Не задерживайся. Ого. Андрю. Ну, вот видишь, он по-прежнему хочет тебя найти. Чтобы он там не говорил. Давайте. Я с вами. Давайте. Пап, ну обойдешься. Я тебя еще не простила. Вон. А, тогда еще вина. Тогда еще вина. Мам, что случилось? Миракли бросил. И как бросил? А его квартира оказалась вообще-то его. А съемная. И там уже живут другие жильцы. Правильно. Вы собирались покупать дом? Не-не-не. Я там была сегодня. И мы неделю назад купили. А какие-то люди. Мам, у меня еще не взял два миллиона. Да убей всех. Чуть-чуть-чуть. Здрасте. О, Даша. Смотри, что ты здесь? Да и раньше я не могу дозвониться. Ты не знаешь, где он? Он бросил Дашу. И меня кинул на два миллиона. А меня на всех. Ты что, если меня тоже кинул? А что, дешевая древесина? Дешевая древесина. Дим. Ты прости, пожалуйста. Можно я у тебя сегодня переночую? Ну, конечно. Спасибо. Я же не могу выгнать на улицу беременную женщину. Чего? Прости, мне Иракли рассказал ваш секрет. Похоже, это был только его секрет. Вот же сволочь, а. Никакой совести. Я говорю, что любит меня. Что хочет меня? Радовать. Хочу тебя сегодня радовать. Одну тебя любить и радовать. Хочу, чтоб нас с тобой пути нечаянно свели. Ломаться, то мне радовать. Твои печали перекладывать. Твои печали перекладывать. Твои тревоги перекладывать. На плечи сильные свои.